Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин помпанул в суперлуну, пробил 60 тысяч долларов. Посмотрите на мою бороду, она создает такую ауру вокруг моего лица. Шикарно. В этом видео сделаем тихонолиз биткоина, покажу вам свой торговый аккаунт на 640 тысяч долларов. Вырос он на 30 тысяч примерно. По эфиру пройдемся, и еще почитаем ваши комментарии. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик, обязательно пишите, какую монету мне проанализировать. Короче, оставляйте комментарии обязательно. Много просмотров у меня. Каждый день, прикиньте, по всем моим соцсетям, мои YouTube-каналы с переводами на разные языки, примерно получается 40 тысяч просмотров в день. Каждый день, на каждое видео. Поэтому всем спасибо, всем привет, и давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Рынок вчера вырос. Юнити, там на 5 процентов. Или сколько? Да, 5 процентов. Покет плюс 4,6. Ворлдкоин 4. Биткоин 3,3. Общая капитализация плюс 2,5. Бенби плюс 2 процента. Доджкоин плюс 1,2. Битточек растет. Начинаем с недельного таймфрейма теханализ. Как я обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. Чашка с ручкой бычьи флага. И эти желтые вертикальные линии – это когда был халвинг. Что такое халвинг вообще? В 2020 году, в день тогда выпускалось в сеть 1800 биткоинов. В день. А после халвинга в два раза сократилось это количество. И это было в течение четырех лет такое количество. А после халвинга 2024 года еще в два раза сократилось это количество. Халвинг означает, что предложение новых биткоинов уменьшается вдвое. Это биткоины, которые получают майнеры. Вот перед этим халвингом 1800 биткоинов было в день. Здесь было 900 в эти четыре года. А после халвинга 2024 года уже 450 биткоинов в день. И опять же, смотрите, что произошло после халвинга. В 2020 году. Бычий рынок в течение 560 дней. И там была вершина уже. Если в этот раз будет бычий рынок 560 дней, вершина придется на октябрь 2025 года. И каждый раз после халвинга биткоин растет на 280%. Если такое снова произойдет, то биткоин будет стоить 269 тысяч долларов. А это прекрасно. Чашка с ручкой бычьей флагом. Симметричный, вернее, нисходящий треугольник. Стохастик направлен вверх. Все это на моих курсах по криптотрейдингу подробно. Крипто-гур-бот держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале прошлого года, когда биткоин стоил 20 тысяч долларов. А сейчас биткоин стоит уже 60. Биткоин-индикатор-бот дал сигнал на продажу. Держит его последние три недели. Интересно. Хорошие торговые объемы. Бычья свеча, которая закрылась прошлая неделя. Биткоин в этом большом нисходящем треугольнике. Вчера он пытался выйти вверх из этого треугольника. Вот он треугольник, как он работает внутри давления-давления. И вверх выходим, когда пройдем 70% длины. Потому может быть еще какая-то коррекция одна. Либо может прямо сейчас вверх выйти. В прошлой ночи он уже пытался выйти вверх. Полновуние, но он пока что вернулся обратно. Цель можем измерить по основанию этого треугольника. 76 тысяч долларов за битточек. Опускаемся на 4-х часовой. Стохастик идет вверх. Объем хороший. Какие объемы зашли? Видите, вот в этот 4-х часовой период было проторговано 71 тысяча биткоинов. Обычные торговые объемы за 4 часа. Это сколько? Ну вот тут, короче, 71 тысяча биткоинов. Объем. Вот смотрите, тут слева показывает. Обычные торговые объемы. Это 11 тысяч биткоинов. А тут 71 тысяча. Мы вышли раньше из этого нисходящего треугольника. И нужно подтверждение этого выхода. Может быть уже выход, может быть это был ложный выход. Но мы вышли из этого треугольника. Пока что держимся на трендовой ли с хорошими объемами. Смотрите, вышел биткоин. Вернулся. Пощупал трендовую. И держится на хороших объемах. Посмотрим, что там дальше. Может быть выйдет дальше вверх. Если все-таки зайдет обратно в треугольник, то скорее всего пойдет вниз на 55 тысяч. А затем уже будет выходить из треугольника. А если удержится на трендовой, если подтвердится все это хорошими объемами, начнется хороший шикарный рост на 75 тысяч. А затем он уже пойдет и на 269 тысяч. Начнется эта феноменальнейшая бычка. Поэтому безопасный вариант, который я вчера говорил, зайти в биткоины, это 55 тысяч в этой зоне. 55708. Стоплос на 55210. Риск 497 долларов. Заработать можно 49 500. Это в расчете на один биткоин без плеча. Если хотите более рискованный вариант, можно взять биткоин выше. Поймать выход из этого нисходящего треугольника прямо сейчас. Если будет вырываться вот от недельной, дневной поддержки, можно зайти. Заходим. Плотный стоплос ставим. И те же самые цели. Давайте пойдем уже. Будем тянуть тейк профит прямо на 269 тысяч. Поэтому буду держать биточек. Да, хотя нет, наверное не буду. А может и буду. Ну посмотрим. Короче, моя цель все равно поймать эту бычку. До октября 2025 года. Тут соотношение риск-прибыль 434. И то же самое по этой сделке. Тянем ее. Ну хотя нет. Не нужно так размахиваться. Давайте на 75. Соотношение риск-прибыль 39. Это более рискованный вариант. Заходим на 59. Стоплос на 58.600. Тейк профит на 76. Вот две такие торговые идеи. Сейчас покажу вам свой торговый аккаунт на 640 тысяч долларов. 645 даже. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Баби трегистрируйтесь. Получайте бонус до 60 тысяч долларов. Лучшая прям биржа для трейдинга. Низкие комиссии. Надежная. Высокая ликвидность. Одна из самых крупных бирж в мире. Два. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь теханализу. И если Байбит вас заблокирована в вашей стране, то пишите вашим властям. Пишите вашим политикам. Ну просто вот погуглите и спросите, как мне там моим политикам написать. В моем городе. Вот пишите. Прямо и скажите. Я хочу. Я хочу торговать. Как все нормальные люди. И затем присоединяйтесь к моему телеграмму, где уже около 9 тысяч трейдеров. На моем торговом аккаунте Байбит 645 тысяч. 938 долларов. На этой неделе было 611. Поднимался на 649. Вчера я опускался на 613 тысяч. И теперь снова 645. Это плюс 34 тысячи долларов за неделю. То я еще трачу деньги с этого баланса через платежную карту. Вот моя платежная карта. Смотрите. То у меня USDT, биткоин, эфириум. То еще кэшбэк насыпают. 730 евро кэшбэка у меня. 6788 евро на карточном счете. И таким образом я могу пользоваться этой картой. И также вот сколько я потратил. В этом году я потратил 24 тысячи евро. И через банкомат еще обналичил 869 евро. И еще с этого аккаунта я выводил сотни тысяч долларов. Как ранний инвестор, я там инвестирую в другие проекты. Со 150 тысяч долларов я начинал этот аккаунт. 920 тысяч долларов было на пике. Это было в марте, на вершине этого буллрана. Я вытащил отсюда несколько сотен тысяч долларов. Еще тратил деньги. И теперь у меня все равно осталось еще 645 тысяч. Это мои сделочки по биткоину. И посмотрите, как я торгую. Я продал биткоин по 65 тысяч. Ниже я откупал биткоин по 57, 56, 52. И теперь биткоин 60 тысяч стоит. Ставка финансирования чутка позитивная. Поэтому я плачу небольшую комиссию за свою позицию. Плюс 20 тысяч 500 долларов у меня по этой позиции. За последние недели тут было плюс 20 тысяч. Вчера была прибыль 1000 долларов. Но теперь снова плюс 20 тысяч. Размер этой позиции 7,5 биткоинов. 430 тысяч долларов. Иногда я плачу комиссию, иногда мне платят. Но в любом случае это небольшие суммы. Пока что 600 долларов заплатил за удержание этой позиции по фандингу. Но позиция в плюсе на 20 тысяч 500 долларов. И это же прекрасно. Это моя разбивка по аккаунту. И посмотрите, где я покупал биткоины. Сейчас на споте покажу вам тоже, где я продавал биткоины. Где я купил биткоины. И вот разбивка по аккаунту. В биткоине у меня 19%. Это на споте. 19% биткоины. 30% USDT. 161 тысяча долларов. Доджкоин 18%. MCRT 14. Юнисвап 8%. И эфириум 6,8. Я докупаю MCRT, но это не финансовый совет. Вы должны проводить свои исследования и принимать свои решения. Ну и на аккаунте у меня 645 тысяч 800 долларов. Сделочка в плюсе на 20 тысяч 500 долларов. Прекрасно. Теперь давайте сделаем теханализ эфира. Ладно, давайте идем на эфир. Эфириум. Вчера чуток вверх прошел, смотрите. 2200. 2400. Вернулся обратно. Я бы оставил эту торговую идею. Заходим на 2155. Стоп лосс на 2065. И тейк профит на 4700 долларов. Выход из этого массивного нисходящего треугольника на эфире. Или же можно сказать, что это треугольник или клин, может быть. Но я бы сказал, что это треугольник. Цель тут 4700 долларов. Риск 90 долларов. Заработать можно 2500. Вот такую сделку можно было бы открыть. И теперь давайте, ну, давайте еще на общую капитализацию рынка. Так, общая капитализация рынка. Симметричный треугольник. Внутри давление. Ну, я этому всему на своих курсах по криптотрейдингу. Внутри давление. Давление. И выходим вверх. И цель тут будет 3 триллиона долларов. Или нет, подождите. Это вроде там по бычьему флагу. А если мы здесь измерим по треугольнику. Ну, да, почти 3 триллиона. 2,9. Поэтому, похоже, что крипта, но крипторынок будет огромный. Будет хороший жирный памп. Поэтому готовьтесь. Везде будет расти. Теперь почитаем комментарии. А, где это? Что ты хотел? Подождите. Вот. Это называется мастерство. Поздравляю. Три падения. 5 июля, 5 августа, 5 сентября. Ты заработал огромные деньги. Сумасшествие. Спрос на юз детей означает, что биткоин будет расти. Да. Привет, Джеймс. Люблю твои видосы. Какие альткоины ты посоветуешь вместо Джупитера? Вы можете посмотреть на мой портфолио. Но это не финансовый совет. Я ранний инвестор во многих проектах. Спасибо вам за вопрос. Ты отличный трейдер. Спасибо. Сделай теханализ ворлдкоина. Хорошо, может быть, если еще будут запрашивать, то посмотрим. Отлично, чувак. Спасибо за твою информацию. Привет, Джеймс. Смотрю тебя уже несколько лет. Думаю купить твои криптокурсы. Не мог бы ты рассказать о них подробнее? О чем ты там конкретно рассказываешь и чему можно научиться? Да вы там выучите все, что нужно. 12 часов полезной информации. Я там все подробно рассказываю. 10 тысяч человек уже прошли эти курсы. И вы там научитесь теханализу и правильному трейдингу. Стоит-то всего 333 доллара. Если вы думаете, что мне нужны ваши 333 доллара, то вообще это просто. Я вам предлагаю купить курсы для вас же, для вашей пользы. Вот посмотрите, вот какой у меня аккаунт. Сколько у меня денег. Реальная карта платежная. Все настоящее. Посмотрите, какая у меня прибыль, сколько я зарабатываю бабла. У меня 640 тысяч на аккаунте. Поэтому вы чисто для себя покупаете эти курсы. Прекрасная прибыль. А, ну то чувак ржет с меня, типа. Потому что сделка-то у меня была в минусе. Сегодня биточек уже вырос. Давление, давление, давление. И не фиксанулся. Но опять же, ребята, можете, конечно, ржать с меня там. Но посмотрите на мою сделочку. Плюс 20 тысяч 400 долларов прибыли. Может ли биткоин выйти вниз из этого треугольника? Но это вряд ли. Такой треугольник пробивается вверх. Спасибо за то, что не забыл про теханализ доджкоина. В этот раз, однажды биржа даже спросила у меня. Свидетельство о браке. Что за хрень? Береги себя, Джеймс. Следи за своим телом. Пей много водички. Да, действительно. Биржи, конечно, запрашивают иногда всякую информацию. Но они делают это не по своей воле. На них давят власти. Правительство. Поэтому пишите им. Пишите своим политикам. Что вы хотите пользоваться криптовалютой. Что вы хотите пользоваться биржей Bybit. Одной из самых крупных бирж в мире. Что вы хотите пользоваться криптокартами. Свобода должна быть. Спасибо, Джеймс, за то, что читаешь нам проповеди. Законы Божьи. Привет, гуру. Биткоин ходит вверх и вниз внутри расширяющегося бычьего даунтренда. Он может остановиться на 48 и затем вырасти до 68. Бог не запрещает защищать свою страну, свободу и себя. Вы пришли в этот мир. Границы и страны это уже политики все придумали. Никого никогда не убивайте. Ни по какой причине. Джеймс обнаружил твои видосы и... Мне нравится, как ты торгуешь. Но рынок теперь изменился. Блэк Рок разрушает крипту. Нормальные люди уже не могут поторговать. Я торговал еще до Блэк Рок. Но сейчас да. Крупные игроки зашли. Многое изменилось. Но это, с другой стороны, означает, что и крупные деньги заходят в крипту. Миллиарды, миллиарды в день. Трамп тут ни при чем. Рынки падают перед заседанием комитета. Заседание завтра. Джером Пауэлл снова будет выступать. Вот прикиньте, один человек какой-то вышел на сцену и влияет на рынок. Один какой-то персонаж, прикиньте, насколько это тупо. Ну что это? Разве это капиталистический рынок? Один человек вышел и влияет на все мировые рынки. Это не свободный капиталистический рынок. Это социализм. Вот почему вам все это не нравится? Почему это инфляция? Все. Потому что это не свободный капиталистический рынок. Вот почему. Защищайте Илона Маска. Защищайте Дональда Трампа. Любой ценой. Если вы хотите, чтобы общество развивалось. Если вы хотите, чтобы жизнь была хорошая и красивая. Если вы хотите свободы. То защищайте свободу. Защищайте капитализм. Защищайте Трампа. Маска. Любой ценой. Если победят те люди, которые выступают за социализм, за коммунизм. То они поведут этот мир в бездону. Всем будет плохо. Что вы сейчас видите? Харрис, Байден, коммунизм, социализм. Везде. Вот то, что вы видите сейчас в мире. Вот почему вы должны защищать капитализм. Свободные капиталистические рынки. Джеймс, это не убийство. На войне не убивают. На войне уничтожают противника. Нет. Все равно. Это убийство. Вы убиваете души. Берете на себя грех. Неважно по какой причине. Потому что заповедь божья. Не убей. Это даже не обсуждается. В Корее трехдневные выходные. Обычно он падает в это время. Сделайте их анализ ворлдкоина и доджкоина. Два запроса на ворлдкоин. Ну давайте сделаем. Открываем ворлдкоин. Похоже, что здесь массивный треугольник. Ворлдкоин нашел поддержку. Я хочу. Можно зайти в лонг на доллар двадцать. Ворлдкоин опускался на... Короче, тут он в этом нисходящем треугольнике. На этом графике хорошо видно. Всему этому я обычно на своих курсах по криптотрейдингу. Внутри давление-давление. Да, это нисходящий клинткоин. Давление-давление. И вверх выходим. Поэтому готовьтесь. Но может опуститься еще на доллар двадцать. На нижнюю границу. Ну а цель по выходу из этой фигуры будет... Это все-таки треугольник, я бы сказал. Цель будет 2 доллара 10 центов. Ну что ж, на этом на сегодня все. Еще раз напоминаю, под видео полезные ссылки. И также я хочу показать вам комментарии моих студентов, которые прошли мои курсы по крипто... Да где же это по два... По крипто... Вот они, по криптотрейдингу. У тебя лучший канал в мире. Ты очень переживаешь за своих подписчиков. Я буду продолжать продвигать твой канал. Спасибо, Элизабет. Посмотрел твой канал, заработал много денег и купил себе Феррари. Мне нравится жить по-богатому. Феррари 430. Прекрасно. И в общем, таких комментариев очень много. Купил твои курсы несколько месяцев назад. Уже заработал кучу бабла и купил себе Харли Дэвидсон. Прекрасно. Люблю помогать людям. Также в Телеграме подписывайтесь. 159 трейдеров онлайн. Вот вопросы, комментарии. Почему Джеймс не фиксируется, если он ожидает 53? Потому что я готовлюсь к массивной бычке. Вершина, которая придется на октябрь 25-го года. 269 тысяч долларов за биткоин. Но вы должны проводить свои исследования и принимать свои решения. Это просто как я вижу рынок. Я вам рассказываю. 4157 подписчиков в этом Телеграме. И я хочу, чтобы вы знали, что это один из самых-самых модерируемых Телеграм-чатов в мире. Но, пожалуйста, не кликайте по всем ссылкам подряд. Никому не присылайте деньги. Всех люблю, всех обнимаю. И увидимся с вами завтра.